Добрый день. Времени полчаса мало на такой лице, поэтому сразу очень сверхпроводимость была открыта в 1911 году. Это было, получается, больше ста лет назад. Это было связано с открытием жидкого гения. Ученый голландский Камерлин Конос получал низкие температуры и научился делать сначала посредством жидкий кислород, жидкие водороды и в итоге жидкие гели. Температура жидкого геля очень близко к абсолютному нулю, самой низкой температуре, которая возможна быть, минус 273 градусов Цельсия, это минус 269 градусов Цельсия. И на тот момент у него было самое холодное вещество, которое только возможно. И он исследовал его, и в том же году они постарались, он с коллегами постарался исследовать электрическое сопротивление металлов при такой низкой температуре. Электрическое сопротивление это способность проводника препятствовать прохождению электрического тока. То есть вы знаете, что все провода, которые мы располагаем, они каким-то образом сопротивляются току, и даже если через очень хороший провод очень много тока пустим, то он будет нагреваться. То есть часть энергии будет уходить. Вот они попытались измерить сопротивление некоторых металлов при такой температуре, это ртути, и не могли его измерить. Получалось настолько маленьким, что не получается, что больше погрешность, чем погрешность прибора. В итоге они сделали из ртути кольцо замкнутое, по которому один раз пустили ток, и стали ждать, когда этот ток в кольце затухнул. Прошел день, два, месяц, год. В итоге ток по этому кольцу шел 40 лет, и нисколько не затух, и итог где-то в 40-х годах, во время бомбежки, во время войны. Сколько я знаю, в этой лаборатории эксперимент был нарушен. Дальше я тоже просто не пытался такой эксперимент длинный создать, потому что было так ясно, что сопротивление равно 0 точно. Вот это вот лаборатория, в которой это все было дело. Еще одно интересное явление, которое было открыто чуть позже немецкими физиками, то, что сверхпроводник, он выталкивается из магнитного поля. То есть можно взять сверхпроводник, положить его над магнитом, он будет висеть. Это явление даже получило такое название, как гроб Магомед. По известному преданию в некоторых исландских странах, гроб Магомед не лежит на земле, а ревитирует над землей. Это возможно. То есть если мы попробуем взять два магнита, они никогда не будут друг на друга ревитируют, потому что север всегда притянется к югу, а со сверхпроводником такое возможно. Это тоже было еще одно удивительное свойство. И, естественно, ни что из этого не могли объяснить. Почему так происходит, как это получается, это было полной загадкой. Строилось множество теорий. Практически все крупные физики того времени пытались создать теорию этого явления. Даже Эльберт Эйнштейн предлагал ошибочную теорию сверхпроводимости. Но в 30-х годах ничего не было ясно. К открытию механизма сверхпроводимости постигнул опять-таки жидкий гель. Еще раз. В 37-м году советский физик Петр Капица, здесь на слайде, портрет Капица, работы Кустодиум, он в 37-м году открыл сверхтекучесть жидкого геля. Что жидкий гель, он не просто себя интересно ведет, не просто очень холодный, но еще может протекать по узким капиллярам, затекать в узкие щели, вообще без какого-то трения. То есть, опять же, трение не просто очень маленькое, а равно нулю. Это явление получило название сверхтекучести, ну и тоже стало в отимерации разгадывать проблемы физики. Но на тот момент уже квантовая механика развивалась, была уже довольно развита, и это явление пытались объяснить. И Петр Капица привлек к этой работе Лева Рондау, он специально выписывал его из Харькова, потом освободил из тюрьмы, и Лев Рондау в 40-м, 41-м году создал теорию сверхтекучести вот этого геля. Ну, для этого потребовалось создание квантовой теории для этих явлений. Это было очень сложно. Задача, и за это открытие Ландау получил Нобелевский премьер. И тут же сразу у Ландау появилась идея рассматривать сверхпроводимость как сверхтекучесть, что у нас есть в металле электроны, и что они будут на сверхтекучей, так же, как же в гиги. И он берет молодого своего ученика Гинсбурга, и вот они в конце 40-х, в начале 50-х, создают первую теорию сверхпроводимости, первую теорию, которая что-то могла объяснить. Причина, почему себя эти электроны так ведут, осталась неясна, но они приняли, что вот по какой-то причине они ведут себя так же, как жидкий гелий, то есть без стрельба движутся по крестам. И вот эта теория тоже получила Нобелевскую премию недавно, не так давно, Гинсбург, лет 5 назад, 10, получил за эти работы Нобелевскую премию. Ну вот, для объяснения теории этой сверхпроводимости придется немножко рассказать о модели электронов в металле, так называемом электронном газе. То есть, как только Ландау и Гинсбург опубликовали свою теорию, все поняли, что ответ на разгадку сверхпроводимости лежит где-то в той квантовой теории, о которой они говорят, потому что она многое объясняла. И была создана такая модель, что у нас есть металл, в котором электроны могут двигаться достаточной свободы. Но они движутся в такой решетке, кристаллической решетке, из положительно заряженных ион. Движение их относительно свободно, потому что если у нас один электрон передвинется в другое место, он создаст дисбаланс заряда. Электроны у нас отрицательно заряжены, а решетка положительно заряда. То есть, значит, на то место должен придвинуться какой-то другой заряд. Ну и во время движения электроны у нас отрицательно заряжены, он будет взаимодействовать с положительно заряженными ионами, и он как бы будет с ним взаимодействовать. Эти ионы начнут колебаться от того, что они движутся. Можно представить, что у нас есть множество массивных шариков, которые соединены к пружинкам, которые заряжены. Если какой-то заряд мы двигаем, то они начинают колебаться. И вот эти колебания, решетки, они будут гасить движение электронов. Если мы попробуем пустить по проводу ток металлический, то вот направленные движения этих электронов, электрический ток, это направленные движения электронов, эти электроны будут взаимодействовать с колебаниями решетки, и будут в конечном итоге отдавать свою энергию вот этой решетке. А это будет означать, что она будет нагреваться. Потому что чем больше энергии у кристаллической решетки, значит, тем больше энергии у вещества внутренние, значит, тем оно теплее. По этой причине любое вещество, оно нагревается при пропускании тока. И вот эти колебания решетки, их еще называют фаноном. Это такая волна, которая распространяется по кристаллу. Можно даже сказать, что это звуковая волна. Фонос это по-гречески звук. Вот фанон это какие-то звуковые волны, которые распространяются по кристаллу, но только они очень-очень высокой частоты. Это даже близкое нету к акустическим волну. И используя вот эту вот модель, американские физики Бардин, Купер и Шерифер в 1957 году исследовали взаимодействие электронов через колебания решетки. И они построили уже последовательную теорию проводимости, которая уже объясняла, что такое сверхпроводимость. Теория их такая, что вот у нас есть решетка, как на рисунке, из положительно заряженных ионов, и два электроны, которые движутся друг к другу навстречу. Вот видите, на рисунке здесь показано, что вот эти положительные заряды рядом с электронами, они как бы искажаются. Решетка искажена, они стараются быть поближе к отрицательному электрону. И таким образом электрон, когда движется, он создает какую-то волну. Вот если представить, что это у нас шарики на пружинках, если мы дергаем в одном месте, понятно, что будет распространяться какая-то волна, как круги на воде, во все стороны. Это видит другой электрон, и таким образом два электрона могут взаимодействовать. В модели шариков это непонятно, но если рассчитывать с учетом квантовой механике, то эти электроны начинают притягиваться друг к другу. Таким образом. То есть колебания решетки способны привести два электрона, отрицательно заряженные, которые должны друг от друга отталкиваться, способны привести к притяжению этих электронов. Притяжение не сильное, но при низких температурах это протяжение оказывается достаточным, чтобы взаимодействие вот этих двух электронов было существенным. И два электрона образуют уже так называемую Куперовскую пару, частицу фиктивную, ненастоящую, которая ведет себя уже совсем по-другому, чем один электрон. И вот такая фиктивная частица, два электрона, которые видят друг друга через колебания решетки, движутся навстречу друг другу, она уже может двигаться без трения по решетке. Она уже не может взаимодействовать с решеткой, потому что по правилам квантовой механики она не может обмениться энергией меньше, чем какая-то величина, а все энергии, которые вокруг, они очень маленькие. Если мы повышаем температуру, то весь этот эффект разрушается. У которой переходы сверхпроводящиеся состояние очень маленькое, поэтому, то есть, обнаружить это смогли первый раз только в жидком гелии, при 4 кельвинах минус 69 градусов, но потом нашли других металлов. Но опять-таки, все это было в пределах 10 градусов кельвина или минус 260 градусов Цельсия. это очень низкая температура, которую очень тяжело получить практически. Поэтому очень долго сверхпроводники вообще никак в технике не использовались, потому что это очень дорого и тяжело. хотя хотелось. То есть, хотелось создать такое вещество, которое бы... которое сверхпроводимость не разрушалась бы до более высоких температур, а желательно бы их до кона. Были поиски, но в рамках этой теории стали считать, какое вещество можно создать, и получили, что в рамках вот этой теории, Бардино-Купера-Шерифера, нельзя создать сверхпроводник, который бы не разрушался при температуре больше, чем минус 230 градусов Цельсия. Ну, может быть, минус 220. Но это совсем-то делается, совсем экстремальные какие-то параметры вещества. Просто невозможно, просто не бывает таких взаимодействий. Ну, еще что интересно сказать. То есть, вот этот механизм, он звучит экзотично, что через колебания каких-то атомов два электрона могут двигаться друг к другу навстречу. Сразу же все принялись проверять эту теорию и придумали довольно остроумный опыт, который может провериться напрямую. Является ли этот механизм сам действительно таким или не является. Если вот в этой решетке при всех тех же химических свойствах заменить ионы на чуть-чуть более тяжелые, то температура вот этого критического перехода должна чуть-чуть понизиться по предсказаниям теории. Потому что вот эти атомы станут тяжелее, и электроны будут тяжелее с такими тяжелыми атомами взаимодействовать. Это можно сделать, если взять другой изотоп. То есть вы знаете, что у одного вещества существуют разные изотопы. У одного атома, например, уран-235, есть уран-238, уран-238 такой же, но чуть потяжелее. Хотя химически не одинаково. Вот берут два разных изотопа металла, создают из них сверхпроводник, измеряют и действительно получают, что изменения от этой сверхпроводящей температуры есть, и в точности такое, как предсказывает теория. Еще один истребный опыт был придуман Джозефсеном. Если это обмен через колебания, то если мы разрежем, вот там где-нибудь, между двумя электронами наши проводники, и ставим туда какое-нибудь вещество, которое пропускает колебания, но ток не пропускает, то сверхпроводимость не должна разрушиться. Действительно, если мы разрежем сверхпроводник, нанесем туда какой-нибудь слой изолятора, тонкий очень, снова приставим сверхпроводник, то получается, через всю эту конструкцию все равно потечет ток сверхпроводящий. С обычным металлом такое невозможно. Если вы разрежете провод, если вы его чем-нибудь покроете и соедините, он просто перестанет проводить. Это очень интересный эффект. То есть полностью все, все, что можно, и вот эффект левитации, все объяснили в рамках теории вот этой Бардина-Купер-Шейфер. Это был триумф физики, но триумф такой горьковатый, потому что по этой же теории получалось, что это может быть только при очень низких температурах, при которых создавать какие-то приборы, которые что-то бы делали, невыгодно. Поэтому искали сверхпроводимость при как можно больших температурах. В 1977 году Гинсбург и его группа научная Киржниц, Максимов выпустили целую книгу, которая называется «Сверхвысокотемпературная сверхпроводимость». Никакой высокотемпературной сверхпроводимости тогда еще не было открыто, но они их смотрели немножко как на сумасшедших. Они в этой книге доказывали, что если создать какие-то хитрые слоистые системы, в которых очередовались какие-то слои, то в этих системах температура вот этого, перехода сверхпроводящего состояния, может быть намного выше. Вплоть до комнат. Над ним их очень серьезно не воспринимали и, несмотря на то, что Гинсбург очень хотел, чтобы был институт сверхпроводимости в Москве, ему такой возможности не дали. Но все начали немножко подспудно вести такие работы, потому что, как вы уже понимаете, он на тот момент был очень известным человеком науки, Гинсбург, который создал первую теорию сверхпроводимости и подспудно все начали вести такие исследования. В 80-м году книжку перевели, за рубежом тоже все начали искать сверхпроводимость при более высоких температурах. И ее, естественно, нашли в 86-м году. Швейцарский ученый Алекс Мюллер и его ученик Беттартс нашли о слоистых кристаллах сверхпроводимость. Вот здесь это структура кристалла нарисована, типично, в которых нашли сверхпроводимость. Вот синие плоскости, там только медь кислород. Это слои, в которых у нас проходит ток. А все остальное, что вокруг вот этих синих плоскостей, вообще на самом деле не важно. То есть целый класс соединений, в которых заменяют разные химические элементы, которые там между этими плоскостями а сверхпроводимость все равно остается. Главное, что он слоистый. И очень скоро выяснилось, что в этих системах возможно сверхпроводимость при температурах аж до минус 140 градусов Цельсия. То есть это все равно, конечно, очень холодно для нас, но это уже намного лучше, чем минус 240. Тем более, что это выше, чем температура кипения жидкого азота. Температура жидкого азота минус 200 градусов Цельсия. И его получить, на самом деле, очень легко. В любом городе его получают в больших количествах. Получать можно из воздуха. И литр жидкого азота стоят так же, как литр хорошей минеральной воды. То есть это очень дешевое вещество. То есть стало возможно делать это при более высоких температурах. И главное, очень удобно технологически. Конечно, хотелось бы, чтобы это было еще и при комнатных температурах, но до этого пока не дошли. И вот в сверхпроводимости таких системах теорию описать пока не не получается. Несмотря на то, что Бинбург предсказал такую возможность, построить теорию невозможно. Есть несколько разных рабочих теорий, которые исключают друг друга, или там, может быть, их можно будет в итоге как-то помирить. Но я даже рассказывать про это не хочу, потому что ничего пока про это непонятно. То есть можно встретить ученых, которые пишут на очень популярной статье и говорят, что вот механизм найден, это вот такой-то, такой-то. А потом можно встретить других ученых, которые скажут, вот механизм явления найден, это такое-то, такое-то абсолютно другое. Но пока почему возникает такое состояние, неизвестно. Хотя очень много уже можно описать. Очень интересный график, на мой взгляд. это здесь по одной оси года, открытие разных веществ с разным температуром сверхпроводимости. А по другой оси температура в кельвинах. 0 кельвина, это минус 273 градуса. То есть вот надо смотреть, что самая нижняя точка это минус 273 градуса, самая верхняя точка это минус 130 градусов примерно. но здесь нету еще последнего открытия прошлого года в Москве открыли, что сероводород под гигантским давлением, они зажимали сероводород под 50 гигапаскаль, это гигантское давление под алмазным специальным алмазным прессом, и они нашли, что там возможность при 200 кельвинах, то есть это всего лишь минус 70 градусов в таких системах. Это вот открытие буквально горячее, буквально позапрошлего года. Ну, это при таких гигантских давлениях, что тоже технологически непонятно, что с этим делать. вот здесь голубые линии, нижняя голубая линия температура жидкого геля, а верхняя голубая линия температура жидкого азота. И вот видно, что многие вещества, они действительно сверхпроводящие, выше температуры жидкого азота, и можно делать какой-нибудь сверхпроводящий провод, который бы охлаждался жидким азотом. Действительно, такие провода начали делать уже давно высоковольтные кабели из сверхпроводников. Но тут есть проблема, что эти вещества, они слоистые, как было уже сказано, они очень похожи по своим свойствам на слюду. То есть они ломаются, хрупкие, ломкие, отслаиваются. Сделать провод из слюды, это тоже вопрос такой для инженеров не очень простой. В 2000-х годах открыли еще высокотемпературные сверхпроводники на основе железа, но они не дотягивают до температуры жидкого азота совсем немного, и их не получается использовать тоже в технике пока. В технике пока уже сейчас используются кабели на основе вот этих вот, вот этого открытия 1986 года Алекса Нуля. Ну, то есть уже в Японии, в Америке из некоторых электростаций такие кабели действительно сейчас выходят, и один такой кабель может заменить целую линию электропередач, потому что он намного более мощнее, в нем при этом нету никаких потерь, потому что сопротивления вообще никакого нету. Единственное, что надо вовремя доливать жидкий азот в этот провод. Ну, плохо гнется, ну, это и неважно, в один раз прокладывают, и все. Ну, вот еще одно применение интересное, это для строительства поездов скоростных, так называемый нагрев магнитной ревитации. В начале презентации была такая картинка, как сверхпроводник висит на магнике. Ну, придумали сделать такой поезд, что в поезде сверхпроводник, и есть рельсы, которые очень сильно магнут, и поезд левитирует на вот этой магнитной подушке, и ничего не касается, поэтому нет никакого трения между поездом и дорогой, и можно достигать огромных скоростей, как на самолете. Совсем недавно, в апреле прошлого года, на таких поездах поставили мировой рекорд, в Японии, разогнали такой поезд на такой подушке до 600 километров в час. Это все-таки уже больше самолетная скорость, чем для поездов. Поэтому, возможно, нас ждут такие поезда в будущем. вот еще интересно отметить про открытие высокотемпературных сверхпроводников. Алекс Мюдер, который сделал это открытие, которое первое вошел это вещество, он на самом деле физик-теоретик, который связан с спектроскопией, которая занимается в Казанском университете. И он очень много раз был в Казани на конференциях, которые посвящены вот этим спектроскопии. И знаком со многими казанскими профессорами. Один из профессоров Казанской кафедры теоретической физики, даже является другом вот этого Алекса Мюллера такой интересный факт. Казан в самом деле стране не остается. Эти исследования ведутся сейчас по всему миру и пытаются объяснить вот это открытие, которое до сих пор получается 1986 год, уже сколько лет, 30 лет, явления не могут объяснить. Но если учитываешь, что с момента открытия сверхпроводимости до первой успешной теории тоже прошло более 30 лет, то ничего страшного будет. Когда-нибудь это объясняем. Спасибо за внимание. Спасибо.